Друзья, всем привет! Смотрите, короче, что я буду кушать. Это салат оливье. Вот такой вот салатик оливье. Вот так он выглядит. Вот такой красивый. Жень, сделай потише. Жень, немножко. Вот такой вот красивый. Видите, он аппетитный. Свеженький. Только что его сделали буквально 20 минут назад. Вот такая вот картинка красивая, друзья. Я вообще обожаю салат оливье. Он очень вкусный. Я прям кайфую, когда ем его. В общем, друзья, если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Мы можем ее сделать абсолютно, грубо говоря, не то что бесконечно, до 4000 миллисекунд. У нас практически получается, что компрессор работает так же, как без вот этой атаки. Что тут нужно учесть в данном случае, вот у нас, чтобы расстояние по времени между пиками сигналов, вот допустим, у нас крики сигнала, вот здесь вот расстояние во времени, я не знаю, сколько здесь. Можно просчитать. У нас M130, удар на минуту. Можно просчитать, какое расстояние во времени вот здесь. И нам нужно, чтобы вот этот релиз стоял приблизительно, ну, когда у нас затухает булочка. Вот она у нас идет, вот здесь она затухает. И вот здесь, чтобы релиз заканчивался, допустим, как продолжительно, ну, 300 миллисекунд. Оп, и вот у нас должно быть здесь. Вот где-то так. Я думаю, ясно. Вот такой вот вкусный салат. Это применение на член. Ароматный. Что мы можем применить и на... Красивый, свежий, сочный. На хрете давайте попробуем что-то сделать с хритом. Давайте попробуем. Так. Где он у нас? Где он у нас? Где он у нас? Так, 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 так. Крутиком, вот он. Это мой любимый. Алло. Также... Слышишь это? Было заметно его. Я сейчас сел тут покушать, ну, салат оливье кушает. Это, я тебе перезвоню сейчас через 5 минут, хорошо? Ага, спасибо. Ага, все, ага, давай, давай. Здесь аналогичная ситуация. Если мы хотим коротенький хэд, мы можем выставить фреш-холл на уровень, допустим, минус 60 децибел. Самое максимальное значение, на котором может работать этот компрессор. Точнее, минимальное значение, да? И вот, если мы хотим коротенький хэд, мы просто это все дело обрезаем атакой. Вот таким образом. Нам нужен такой, допустим, коротенький хэд, мы его обрезаем. Так, и что-то она получилась. Вот и все. Вот такие вот обрезы. Кстати, я вам не сказал о типе работы. Здесь выбираете на свое усмотрение. Это Hard, Medium, Vintage, Soft, Hard Air, Medium Air, Vintage Air и так далее. Здесь уже на свой вкус. Это, скажем так, кривые работы компрессор. То есть, если Hard, то у нас кривая будет жесткая, то есть, обрезаться будет жестко сигнал. Если же, миль средняя, Vintage еще более мягче и Soft совсем мягче. Здесь уже, как бы, смотрите по своему усмотрению. Что ты, Жень, там, ты чиняешь музыку сейчас, да? Ну да, смотри, вот про компрессию треку. Ну да, продай хоть целую один трек. Заработай на этом беге. А? Я уже много очень продал. Так, а где деньги? На Бойк-Воль. Получился вот такой. По санциям сейчас нельзя выводить здесь средства. Я думаю, ясно. По поводу ударных. Абсолютно это все относится к любым инструментам. В том числе, это может быть ваш бас. Допустим, вам нравится тембур баса, но не нравится его атака на вашем синтезаторе. Допустим, на синтезаторе вы не можете выставить атаку. Ну, кто-нибудь. И с помощью компрессии можно спасти эту ситуацию. Вокал. Вокал тоже компрессируется таким образом, потому что у компрессоров есть настройки. Вокал. Так, ну давайте. Салатик, друзья. Получается, что нет. Это классика. Классика жанра. Медиум, гвинт и так далее. Вот эта кривая, это и есть характер работы компрессора. Здесь такие же ручки. Threshold, Ratio, Attack, Release. Все так же абсолютно. Никаких отличий. Большинство эквалайзеров, компрессоров имеют такие же настройки. Единственное, что алгоритмы обработки сигнала могут разниться, быть более качественными, либо менее качественными. Вот, к примеру, против компрессоров у него, скажем так, самый примитивный алгоритм обработки. Но для того, чтобы научиться компрессировать, научиться, скажем так, менять атаку, релиз самого инструмента, этого компрессора будет достаточно. Поэтому я бы советовал вам разобраться прежде всего с этим компрессором. Попробовать на разных инструментах, как это все будет происходить, как будет меняться характер ручьяния того или иного инструмента. И потом уже выбирать по характеру ручьяния... Друзья, спасибо вам, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю вам счастья, здоровья, пусть все ваши мечты сбываются. Ну и всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, друзья. Увидимся, всем пока. И каждые...